Каштанов и берез больше нет. Вместо них лишь два десятка пеньков, которые находятся за забором. 20 лет назад перед домом номер 53 на улице Новоселов местные жители высадили небольшую аллею. На субботник вышли сразу после заселения. Произошло это в 1998 году. Роща быстро стала центром притяжения. Она такая тут красивая была, ухаживали за ней. Все там в этом году выгребли, весь мусор, который вот от этой палатки был. Все-все-все убрали. А вот взяли, снесли. Очень жалко. Наоборот, нужно как-то насаждение, все озеленять, все надо. А у нас наоборот все делают. Хотели даже поставить лавочки, чтобы превратить зону в небольшой сквер. Однако сделать это не успели. В марте деревья огородили. Местные жители выступили за защиту рощи. Собрали подписи, однако это не помогло. Сейчас забор превратился в глухую стену. Если раньше люди спокойно могли пройти по асфальтовой дороге, например, с коляской, то теперь им приходится пробираться сквозь зеленые насаждения, где уже протоптана тропа. Забор получился ровно поперек дороги. Депутаты фракции КПРФ направляли запросы в природоохранную прокуратуру, откуда был получен ответ о том, что зона была продана на аукционе и, по сути, является точечной застройкой. Наша просьба к администрации прекратить точечные застройки, прекратить вот эти аукционы около домов, где есть зеленая зона, и действительно рассмотреть Дашково-Песочинский микрорайон, чтобы разбить парк, и могли жители, которые покупают новые квартиры в новых домах, там большая идет сейчас стройка, могли и отдыхать, и жить достойно. Однако пока собственник участка имеет право построить здесь офисный центр по проекту тысячи квадратных метров. Как они влезут на небольшой участок, местные жители не понимают. Зато отмечают другое. С коммерческой недвижимостью поблизости проблем нет. Уже пустуют несколько аналогичных построек. А вот с местами, где можно погулять с детьми, ситуация сложнее. Стало, конечно, людям неудобно, я так думаю, хоть тротуар-то они у вас перекрыли. А для чего это сделано, я вообще не понимаю. Так что неудобства есть в этом. И так зеленой зоны практически нет. И вырубают последние, и, конечно, то, что дорогу перегородили, совсем никуда. Местные жители отмечают, что деревья помогали очищать воздух. Ведь в Дашково-Песочной периодически происходят выбросы. Только за прошлую неделю было зафиксировано уже два таких случая. Роза ветров развернулась на Дашки-Песочной. И с нефтезавода, с технониколи, очень много заводов в Восточном промоузле. Ветер принес воздух, которым невозможно было дышать. И те люди, которые больны астмой, они находятся в очень сложном состоянии. Депутаты фракции КПРФ считают, что подобная точечная застройка – пережиток прошлого. При строительстве должны быть учтены разные потребности людей, в том числе право на чистый воздух и прогулки в рекреационных зонах. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».